Дорогие братья и сестры, здравствуйте! На библейский портал Экзегет к нам пришел вопрос. Можно ли держать икону в супружеской спальне? В послании к евреям в 13 главе апостол говорит «Брак у всех да будет честен, и ложи не порочны. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Знаете, это очень древнее искушение отнестись к супружеской связи мужа и жены как к скверне. Церковь его отвергает. Говоря о последних временах, апостол Павел прямо говорит о том, что появятся такие лжеучителя, которые будут учить о том, что нельзя вступать в брак. Они появились очень скоро. Это были манихеи, последователи Маноса, такого древнего лжеучителя. Исходили они из такой неоплатонической картины мира, в которой божество соединяется с материей, которой есть зло, и попадает к ней в плен. Поэтому взять кусочек божества и пленить его, зачав ребенка, является грехом перед божеством. Поэтому не должно быть никаких супружеских отношений, ни в браке, ни вне брака, неважно как. Церковь это сразу отвергала. Более того, у церкви есть многочисленные каноны, которые звучат так, что ящик-то, пресвитер или мирянин, гнушается браком не ради воздержания, то есть не потому, что он дал обет безбрачия, обет целомудрия, монашествующий или целебат, а гнушается просто так, как самого явления, и хулит творение Божие, да будет извержен, а щемерянин отлучен. Гнушающаяся женщина, которая вступает в связь с своим мужем и не допускающая до причастия, да будет извержен или будет отлучен. Церковь отсекала от себя таких учителей в течение всего времени. Но это искушение, оно все время рядом. И вот мы видим оно и в этом вопросе. Брак честен, ложен и скверно. В свое время, в своем месте, внутри брака семейные отношения являются благословением Божиим. Если вы посмотрите самый главный свод мыслей о супружестве, а он у нас в таинстве венчания заключен, перечитайте. Там об этом очень четко много рассказано. Другое дело, что есть посты, есть вещи, которые недопустимы в супружеской связи. Это отдельный разговор. Именно поэтому не надо выносить икону из спальни. В этом нет никакого смысла. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись и подпишись.